Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и как-то на одном из стримов я говорил то, что хочу попробовать мини-Дейзи 2. И вот, наконец-то я добрался до этой игрухи, посмотрим на эту выживалку в открытом, возможно, мире, выполненной в великолепном пиксель-арте, ну, по крайней мере, мне так кажется. Давайте посмотрим. Приятель, похоже, ты выпал из вертолёта во время крушения. Большая часть нашей команды выжила, мы недалеко, иди на восток. Ух ты, так всё мелко вообще, а можно как-то увеличить, да? Давайте посмотрим настроечки, поддержку, уведомления, короче. Да, мы можем чуть-чуть увеличить. Блин, слушайте, прикольный, немножко с задержкой. Можем бахать, а можем деревья там рубить, например. Слушайте, добротненько выполнено. Я, кстати, прям снейк. Это у нас зомбак, наверное, тут, да? Ты зомбак? Так, ладно, давайте. О, точила! Попробуй найти что-нибудь, чтобы использовать в качестве оружия. Вокруг много заражённых. Порыискай в багажниках, а вось найдёшь добычу. Добро. Почему я, кстати, решил в эту игруху залипнуть? Дело в том, что есть такой проект Зомбоид, и он круто выполнен, блин. Там реально очень много всякого дерьма. Так, давайте, мясницкий нож. Ты можешь переключаться между экипировками оружия. Прямо замечательно. А у него есть какая-нибудь прочность, интересно, или нет? Кстати, смотрите. То есть, то, что находится за машиной, мы не видим. Прикольно. Нажми значок оружия, чтобы... Понятно. А кто? Где у нас там? Кого отковать? А, вот этого чувачка? Давай, давай, давай. Ну, нате! Нате, тварины, на! Истекает кровью. Отлично. Ну, надеюсь, не я. Так, у нас тут есть какая-то это... А чё я не могу... А, во. Давай, 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 чувак. Как будто в телефоне, короче, поиграл. И пока он играл в телефоне, дверь открылась. Так, бинт. Отлично. Используй бинты, чтобы остановить кровотечение. Так, давай, зайдём. Остановим использовать. Ещё 82. Превращаются... Ни во сколько не превращаются. Ну, просто, короче, кровотечение мы остановили. Это замечательно. Так. О, ещё один зомбак. Слышь ты, нате, нате. Я промахнулся. Я не промахнулся. Так, чё у тебя здесь в багажнике? Давай, порыскаем. Реально, как будто в телефоне играет, чувак. Забавно. Кто с данной игрухой ознакомился уже и довольно-таки далеко прошёл, пишите свои мысли в комментариях. А мне вот... А, нет. Плавать мы, к сожалению, пока что не можем. Я думаю, что появится какой-нибудь транспорт, там, лодки, и мы сможем на них перемещаться на другие острова. Иногда лучше избегать драки и скрыться. Присядь и крадись. Ты можешь двигаться медленнее. Окей. Так, значок глаза указывает, видит ли тебя враг. М-м-м. То есть сейчас, типа, ага, видит, всё. Я спалился! А мы можем, да, в высокую траву, видимо, запрятаться. И всё. Пошли все в баню. Я как бы хороший, я красавчик. Да как ты меня увидел-то? Фух, пронесло. Можешь снова переключиться на бег. Отлично. Так, поищи материалы в соседних зданиях. Мы хотим создать базу на месте крушения, и всё, что ты найдёшь, может пригодиться. Понятно. А вот здесь я тоже могу что-нибудь обыскать, да? Нет, не могу, не могу ничего обыскать. Давай, иди сюда, тварин. На тебе, блин. На, на, на. Отлично. Так, эта тачка какая-то пустая. Давайте зайдём. Оу. Слушайте, прикольненько. Яблочко давай заберём. А второй этаж тоже у нас есть, да нет? Второго этажа нет, к сожалению. Странно. Здесь ничего мы обыскать не можем. Ничего мы сделать не можем. А почему я на второй этаж-то не могу это пройти? Груз, печаль, разочарование. Ладно, продвигаемся дальше. Здесь вон ещё домик есть. Давай, зайдём сюда. Давай, здесь по-любому зомбак какой-то. А, нет. Тоже зомбака нету. Клодос. О, металлолом. Значит, мы что-то сможем крафтить в дальнейшем. Найдём какой-нибудь станочек и там сможем что-то замутить. Так, это что такое? Скотч. Давай, заберём. А вот эти муруссорные баки можно же посмотреть? Нет? Ну почему вы эту механику не сделали? Так, ещё одна точила. Давай, багажничек открываем. Анимация, кстати, того, что он открылся, есть. Это хорошо. Патрончики мы нашли. Итак, у меня теперь стволецкий. Звучит как дворецкий. Так, теперь мы можем отстреливать зомбаков. У-у-у, тончила, нормально. Так, это что такое? Древесина, древесина нам нужна. Блин, ну прикольно выглядит. Кто докуда вообще прошёл, пишите в комментах. Точность огнестрельного оружия выше, когда ты не двигаешься. Ну, понятно. Когда огнестрельное оружие точно нацелено, есть шанс нанести критический удар. Выстрел в голову, короче. Да, ты ещё и мазать можешь, да? Ох. Ну, слушайте, прикольно. Ох, магазин пуст. Давай, перезаряжайся, мужичало. Ну, хорошо, что он может перезаряжаться уже прям непосредственно во время движения. Не то, что в Сайберике, блин. Там, к сожалению, чувак не научился это делать. А мы можем в танк залезть? Блин, ну почему мы в эту БТР-ку не можем залезть? Грусть, печаль, разочарование. Так, продвигаемся дальше. Здесь, видимо, какая-то военная база была. И вон я вижу там ящик. Чтобы покинуть область, иди по дороге до её края. Понятно. Так, а вот здесь вот ящик я вижу. Ну, почему ящик? Ничего не это не сделали. Давайте выходим, короче. Вернуться на базу. О, получилось! Мы можем создать новую базу прямо на месте крушения. То есть мы здесь будем ещё и стратегическими какими-то элементами заниматься. То есть строить базу, улучшать её. А двигатель вертолёта можно превратить в электрогенератор. Давай нажмём. Начни строительство, выбрав здание. Давай домик. Построить. Всё, короче, 30 секунд. О, здесь будет, скорее всего, улучшение зданий. Как во всяких этих стратегиях. По типу, блин, как их там, я не помню. Правила войны. То есть ты улучшаешь здание. И улучшаться оно может там 5 дней. И ты, следовательно, 5 дней будешь заходить в эту игру. Какие-нибудь ресурсы собирать. Выбираться на вылазку какую-то с коллегами. И вот интересно. Есть ли здесь кооп какой-то? Отпишите в комментах, кто уже давно знаком с игрой. Отлично. Теперь у нас есть электричество. Замечательное. Модернизация генератора даст дополнительные возможности для улучшения других зданий. Давай построим маленькую ферму. Одну минуту, офигеть. А чуваком я двигаться пока что не могу. И даже увеличить не могу. Ну ладно. Сверху я вижу какое-то топливо. Или 18 из 30. Это может быть еда. Далее древесина. Настройки какие-то. И бензин. А, мы можем, типа, ускорить всё это беспратно. Беспратно. Бесплатно. Со временем ферма будет производить еду. Замечательно. И мы будем её, конечно же, собирать. Да. Первый показатель это еда. Здесь отображается общее количество собранных ресурсов. Понятно. Еда расходуется в экспедициях. То есть, типа, своего рода энергии. Материал встречается часто и тратится на строительство. Улучшение, ремонт и изготовление предметов. Всё понятно. Компоненты встречаются редко и тратятся на более мощные улучшения, ремонт и изготовление предметов. Топливо можно использовать для ускорения трудоёмкого процесса. Понятно. Нам не помешало бы найти побольше ресурсов. Пора осмотреть окрестности базы. Давай. Пока уже мы разбились на острове, здесь находится наша база. Близлежащий лес может быть хорошим источником материалов. Давай отправимся туда. Давайте отправимся. Рейд, наверное. Да. Вот он мне как раз предлагает обычный рейд. Ты можешь выбрать и вооружить одного из персонажей для решения предстоящей задачи. То есть, у нас здесь будет несколько персонажей. Это прикольно. Не один у нас он будет. Ты можешь перемещать предметы из инвентаря, базы и так далее. Понятно. Также можно взять снаряжение. Всё, окей. Понятно. Погнали в рейд. Мне вот интересно, смогу ли я здесь какие-то шмоточки находить. Но то, что у нас увеличение и уменьшение всего вот этого добра. Так, чё это такое? А чем ты собрал-то? А, черника. Понятно. Я думал, там камень какой-то. Собака, нифига себе. На, те тварина. Чё там? Освежевать её можно? Замечательно. Прикольно. Мясо волка. Короче, жрачка у нас будет. Замечательно. Я смотрю, у нас есть ещё какая-то шкала радиации, видимо. Так, а вот чё, вот этого чувака можно обыскать? Вот почему нельзя трупов обыскивать? Это странно, что механику такую не добавили. Это ж зомби-апокалипсис. Здесь вообще одежда. Всё имеет значение. Заяц, стой! На, те! Давай. Мясо зайца, наверное, сейчас будет, да? Мясо кролика. Нормально, чё? Так, здесь у нас даже металлолома никакого нету. Давайте уменьшим. И осмотримся. Вообще, большой карты, наверное, у нас тут нету. Также рюкзак может переполниться. Это нормальная практика. Жрать мы ещё, кстати, можем захотеть. То есть у нас периодически будет отбавляться эта шкала. Так, продвигаемся дальше. Мне вот хотелось бы, знаете, топорик какой-нибудь найти и рубить деревья. Потому что древесина как раз один из важных материалов. Тут что-то ничего нету. А я думал, что я какие-нибудь цветочки соберу. Там же есть бабучка, которая мне всё подсказывала. Хотя бы отблагодарил бы её как-нибудь. Так, продвигаемся дальше. Чё тут у нас есть интересное? Или, может быть, не совсем интересное? Так, ну лес большой. Это я понял. Камни. Вот почему мы камни не можем собирать. Так, трупецкий какой-то. И знаете, он по ощущениям тупо квадратный этот лес. Ладно, ладно. Докуда мы вообще можем тут дойти? Есть ли тут какая-нибудь лесная база? Я не знаю. Домик лесника. В котором мы смогли бы найти ещё какие-нибудь материалы. Вот. Слышь, 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 слышь. Кролик. Всё. Кончился кролик. О, да вы что говорите? Сюда иди. Сюда иди. Я не понял. И ты сюда. Все, короче, развалим. А у меня здоровье кончается. Давай освежевать. Мясо волчьи мы найдём. Зымбаков пока я не вижу. О, внизу что-то имеется. Давайте-ка прогуляемся здесь. Какой-то у нас трактор. Точнее, экскаватор. Давай-давай. Сюда. 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 Мне не... О, у меня жизнь заканчивается. О, я сдох. Ха-ха-ха. Ты без сознания. Один из твоих персонажей при смерти. В таких случаях персонаж не потерян, но последствия будут серьёзными. Выживший восстановится через некоторое время. Этот процесс можно ускорить, конечно же. Давай, Борис. Борис. Персонажи могут пострадать во время рейдов. Здоровье персонажа отслеживается по шкале очки здоровья. Находясь на базе персонажа, медленно восстанавливают здоровье. Но для полного исцеления требуется много времени. В больнице можно лечить выживших намного быстрее. И мы должны сейчас построить её. Но для этого нам нужно сначала построить. Конечно же, сейчас давай построим. У меня всего полно. Улучшим бесплатно. Больничка пока такая себе. К сожалению, мы не можем размещать в тех местах, в которые бы нам вот лично хотелось. Так, давай Бориса. Полечим. Боевой дух ухудшается со временем, когда персонаж исследует опасные области. Но я смотрю, мы здесь сможем какие-то бронежилеты, шапки, ушанки накидывать и так далее. Так. Чтобы восстановить его быстрее, построишь жилой домик в ближайшее время. Так. Риск увеличивается, когда персонаж отправляется в рейд на заражённые области. Некоторые вражеские атаки также повышают уровень заражения. Понятно. Заражение можно предотвратить, надев защитное снаряжение. Противогаз какой-нибудь. Оставаясь на базе, твои выжившие будут медленно лечиться от заражения. Чтобы это лечение шло эффективнее, построй изолятор. Смотровая вышка используется для сбора информации об окрестностях. С помощью радиостанции мы можем вещать по всей области. При постройке и каждом улучшении мы будем привлекать новых выживших. Короче, прям Fallout Shelter какой-то, блин. Снаряжение со временем изнашивается. С помощью ремонтной станции мы можем ремонтировать его. Улучшение даст больше возможностей для ремонта. Короче, нам тут рассказывают, что, куда, зачем и как, что можно построить. Итак, бесплатно топливо. Давай, я хочу бесплатно уже. Все. На этом все. Теперь ты знаешь все, что тебе нужно. И можешь строить. Что будем делать дальше? Так, Надя и Борис у меня. Так, что у нас здесь? Давайте заберем топливо. Зашибись. Что-то я даже там выполнил. Так, давайте посмотрим, что мы можем построить. Мастерская, ремонтная станция, изолятор. Давай жилой домик зафигачим. И все, у меня древесины только пять осталось. Следовательно, дальше я больше ничего не смогу сделать. Всего 25 у меня вот этих банок консерв. Ну что ж, народ, выглядит прикольно. И я думаю, что можно запустить как-нибудь стрим по этой игре. Поэтому 300 лукасов с вас и запустим отдельный стрим. Будем вместе, так скажем, выживать. И может быть отправимся даже в кооператив на какую-нибудь локацию. И там попробуем выживать, если опять же это возможно в данной игре. Ну а на этом все, народ. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока.